В моих знаниях есть пробелы, потому что я стеснялся задавать вопросы людям, стоявшим ниже меня. Поэтому я хочу, чтобы мои ученики не считали для себя зазорным обращаться по всем вопросам и к тем, кто стоит ниже их. Тогда их знания будут более полными и совершенными. Воздерженность и растущенность проявляются не только в поступках, но и в словах. Вино передает каждому, кто пьет его четыре состояния. Сначала человек становится похожим на павлина, он пыжится, его движение плавно и величало. Затем он приобретает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключении он превращается в свинью и подобно ей валяется в грязи. Глупцы замечают только промоке людей и не обращают внимания на их достоинства. Они подобны мухам, которые норовят сесть только на воспаленную часть тела. Душа, в которой отсутствует мудрость, мертва. Но если обогатить ее учения, она живет, подобно заброшенной земле, на которую пролился дождь. Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника. Кого можно считать умным? Того, чьи планы в большинстве случаев осуществляются. Кратковременная неудача лучше кратковременной удачи. Лучшая похвала – это та, что исходит от человека, которому ты ничего хорошего не сделал. Лучше время от времени не доедать, чем постоянно переедать. Не надейся на вспыльчивого друга, даже если по натуре он добрый человек. Не пренебрегай маленькими людьми, они могут помочь тебе возвыситься. Обильная еда вредит телу так же, как изобилие воды вредит посеву. Очень плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-нибудь узнать. Ведь в нем соединились воедино два порока. Пища, которую организм не переваривает, съедает того, кто ее съел. Поэтому ешь в меру. Порок не остается безнаказанным, так как быть порочным – уже наказание. Почему завистники всегда чем-то огорчены? Потому что их снидают не только собственные неудачи, но и успехи других. Привлекай к себе друзей хорошими деяниями. В этом смысл подлинной дружбы. Пьянство – мать всех пороков. Родина там, где чувствуешь себя свободно. Снисходительные отношения к глупости присущи каждому умному человеку. Терпение – прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть. То, что скрываешь от врага, не сообщай другу, ибо нет гарантии, что дружба будет длиться вечно. Удивительно устроен человек, он огорчается, когда теряет богатство, но равнодушен к тому, что безвозвратно уходит в дни жизни. Умеренность – союзник природы и страж здоровья. Поэтому, когда вы пьете, когда вы едите, когда двигаетесь и даже когда вы любите, соблюдайте умеренность. Человек, который с самого начала ведет себя достойно, избавлен от угрызений совести. Я знаю немного, но то, что знаю, знаю в совершенстве. Я часто раскаиваюсь в том, что говорил, но редко сожалею о том, что молчал. Субтитры сделал DimaTorzok